СИБИРСКИХ ХОЛОДОВ И вот уже где-то там, внизу, величественные горы Кавказа. Пара часов над ними и приятный голос капитана воздушного судна объявляет. Наш самолет вызвал посадку в аэропорту северный города Гроссного. Погода в Гроссном хорошая, температура воздуха 26 градусов под Сельсию выше 0. На деле из-за высокой влажности кажется, что воздух прогрет до всех 30 и выше. Здание аэровокзала невелико и мы выходим на улицу спустя 10 минут после прибытия. И вот спустя 7,5 часов и 3,5 тысячи километров мы в Гроссном столице Чеченской республики. Дышится легко, погода классная, жаркая. Думаю, что это отличная точка старта проекта «Наше лето» для нашей съемочной группы. Аэропорт Северный расположен всего в нескольких минутах от города, поэтому такси туда обходится в скромные 150-180 рублей у одного из самых популярных агрегаторов. Заселяемся в отель в центре Грозного. Средняя цена по городу около 2 тысяч в сутки за одноместный номер. Итого, пока за первый день мы потратили с билетами 34 150 рублей и немного нервов. Грозный столица традиций и об этих традициях лучше знать до визита в главный город Чеченской республики. Они касаются всего и в первую очередь внешнего вида. Вот такой в целом закрытый наряд дресс-контроль не прошел. Оператору нашей съемочной группы мужчине сделали замечание. У меня слишком открыты спина и верх платья вообще. Лучше приодеться. Это зависит от личного желания от самой девушки и семьи. Наш коллега, главный редактор Грозненской газеты ИСА Закреев, мы очень символично познакомились с ним в местной достопримечательности в сквере журналистов, рассказывает, почему для них, чеченцев, соблюдение такого этикета в одежде очень важно. С вашего позволения проведу такую параллель. Вы можете себе английскую королеву представить, чтобы она в шортах ходила, например. Ну, сложно представить, да? Вот примерно такое же отношение к одежде должно быть. Мы одеваемся вот так, потому что мы считаем, что вот это правильно. Прикрывать тело, быть таким аскетом в одежде. У женщины ни юбка ниже колена. Без декольте. На голове платок. Впрочем, добавляет ИСА, тут уже дело каждого. Можно одеться, как вам привычно, в короткое, свободное и открытое, но тогда вам могут указать на неподобающий вид, уважительно и спокойно. К тому же добавляет уже главный экскурсовод Чеченской республики Дагмара Исакова. В обычную здесь летнюю жару местная одежда из натуральных тканей. На рынке такое платье обойдется в сумму от тысячи рублей. Будет только бонусом. Закрыты должны быть вот до сих пор, то есть только кисти. Рук открыты, все остальное, как вы видите, закрыто. И удобно, не жарко? Удобно, нет, не жарко. Допустим, на мне есть элемент одежды, это хиджаб, то есть здесь у меня нет волос, их не видно. Есть специальная булавка, которая фиксирует вот здесь. И далее она фиксируется вот здесь позади. Ну и, собственно, вот примерно так. А платок, конечно, является неотъемлемой частью каждого гардероба. На улице плюс 36, влажность 65%, так что охотно соглашаюсь. В такой одежде будет даже удобнее, не обгоришь. Разве что на пляже. Все верно, он здесь есть. Вход туда стоит всего 100 рублей. Ни видео, ни фото зоны отдыха и купальщиков получить невозможно по понятным причинам. Пляж мусульманский. Разделен на мужскую и женскую половины высоким плотным забором. Дети до пяти лет проходят бесплатно. Но мальчикам от десяти вход на дамскую половину запрещен. А еще здесь же, на Грозненском водохранилище, что местные любовно зовут Грозненским морем, есть единственный в мире цельный водно-погруженный светомузыкальный фонтан длиной 300 метров. Но это уже совсем другая история, о которой я расскажу завтра в следующей серии проекта «Наше лето» с такого разного, но такого интересного Кавказа. Полина Каминская, Дмитрий Демченко, Енисей. Новости. 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 Продолжение следует...